В Махачкале 9.45, в студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Здравствуйте. Сегодня в Дагестане первый день Рамадана. Рамадан – месяц поста и поклонения, веры и очищения, раздумий и духовных поисков. Убежден, что дни этого священного месяца, проведенные в особом служении, послужат духовному возрождению и обновлению всех истинно верующих. Пусть в этот благословенный месяц ваши молитвы будут услышаны и Всевышний принесет умиротворение и благоденствие в каждый дом. Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира и благополучия, говорится в поздравлении главы республики Рамазана Абдулатипова. Рамадан является одним из пяти столпов ислама и обязателен для всех верующих. Важно правильно держать урозу, чтобы длительное воздержание от пищи пошло на пользу, говорит заместитель главного врача Республиканского центра медпрофилактики Элеонора Алиева. Есть, конечно же, определенный контингент людей, которые могут тяжело переносить. Чаще всего это те лица, которые имеют ту или иную патологию, преимущественно хроническую, например, сахарный диабет, патологию сердечно-сосудистой системы. Советник президента России Герман Клименко и председатель правительства Дагестана Абдул Самадгамидов возглавили оргкомитет по подготовке и проведению интернет-форума «Рия Кавказ-2016», который состоится 25-26 августа в санаторий Каспий. Соответствующее решение было принято в рамках круглого стола интернет-отрасль как внутренний резерв развития Северного Кавказа, который прошел в конференц-зале Дагестанского технического университета. Открывая форум, премьер-министр подчеркнул, что развитие интернета – очень важное направление. Поэтические чтения, посвященные Пушкинскому Дню России, прошли 6 июня в Махачкале. Республиканский центр русского языка и культуры провел торжественное мероприятие у памятника поэта в Театре поэзии. Министр культуры Зарима Бутаева поздравила собравшихся от имени главы республики, по инициативе которого был создан Театр поэзии. После возложения цветов к памятнику, мероприятие продолжилось поэтическим флэш-мобом с участием студентов. Более 200 дзюдоистов приняли участие в открытом всероссийском турнире памяти имама Шамиля в Кизелюрте. Поприветствовали молодых дзюдоистов олимпийский чемпион подзюдо Мансур Исаев и двукратный чемпион Европы Сиражудин Магомедов. По итогам стартового дня лучшими были хозяева татами. В заключительный день соревнований отличились представители Махачкалы. В Махачкале ожидается днем небольшой дождь, гроза, температура воздуха 24-26 тепла.